Глава 17. Послесловие. Он был разделен на 4 отделения переборками, которые должны были быть водонепроницаемыми. Вспомогательный мотор в 70 лошадиных сил изредка работал, причем это обходилось в 20 долларов с мили. Пятисильный мотор приводил в движение насосы, когда не был испорчен, конечно. И два раза был в силах доставить нам электрическую энергию для прожектора. Аккумуляторы работали 4 или 5 раз за 2 года. Считалось, что наша 14-футовая моторная лодка работает, но всякий раз, когда я хотел воспользоваться ею, она оказывалась испорченной. К счастью, у Снарка были паруса, и только благодаря этому он двигался. Он шел под парусами целых 2 года и ни разу не наткнулся на подводные камни, на рифы или мели. В его трюме не было балласта. Его железный киль весил 5 тонн, но сидел глубоко в воде, и это делало его очень устойчивым. Часто под тропиками шквалы налетали на Снарк, когда были подняты все паруса. Часто его палуба и борта заливались водой. Но он все-таки не перевертывался. Он хорошо слушался руля, но также хорошо шел и без руля, ночью и днем, и при всяком ветре. При попутном ветре и когда паруса были правильно поставлены, он без руля отклонялся не более как на 2 румба, а при противном не более как на 3. Снарк был наполовину построен в Сан-Франциско. В то утро, когда его железный киль должен был быть отлит, произошло великое землетрясение. Тогда начался хаос, и постройка затянулась на 6 месяцев. Я отправился на Гавайские острова на недостроенном судне, мотор его лежал в трюме, а строительные материалы на палубе. Если бы я вздумал доканчивать его в Сан-Франциско, я бы и до сих пор еще никуда не уплыл. В незаконченном виде Снарк обошелся мне в 4 раза дороже, чем должен был стоить в готовом виде. Снарк родился под несчастной звездой. В Сан-Франциско на него был наложен арест. На Гавайских островах мои чеки были объявлены почему-то подложными. На Соломоновых нас оштрафовали за нарушение карантина. В погоне за сенсационным материалом газеты были не в состоянии писать о нем правду. «Когда я рассчитал неспособного капитана, они рассказывали, что я избил его чуть не до смерти. Когда один юноша возвратился домой, чтобы продолжать занятия в колледже, это объяснили тем, что я настоящий Вулф Ларсон, и вся команда моя разбежалась, так как я регулярно избивал всех до полусмерти». Примечание Герой романа Джека Лондона «Морской волк» Конец примечания В действительности, один единственный удар на снарке получил повар, но не от меня, а от капитана, попавшего к нам с фальшивыми бумагами и рассчитанного мною на фиджи. Правда, Чармиан и я занимались иногда боксом. Но никто из нас не пострадал существенно. «Путешествие это мы предприняли, чтобы интересно провести время. Я построил снарк на свои деньги и оплачивал все расходы. Я заключил договор с одним журналом на 35 тысяч слов по той же цене, по которой писал рассказы, сидя дома. Журнал не замедлил объявить, что он послал меня вокруг света за свой счет. Журнал этот был крупный и состоятельный, а потому все, имевшие какие-либо дела со снарком, поднимали цены втрое, рассчитывая, что журнал все равно оплатит. Этот миф проник даже на самые дальние острова Полинезии, и мне всюду приходилось платить соответствующие цены. И до сей минуты все еще убеждены, что все расходы оплачивал журнал. А я нажил на этом путешествии целое состояние. При таких предпосылках довольно трудно вдолбить людям в головы, что путешествие было предпринято только ради того, что показалось забавным. Я принужден был отплыть в Австралию и лечь в больницу, где оставался пять недель. Пять месяцев после этого я провалялся больным по разным отелям. Таинственная болезнь, изуродовавшая мои руки, оказалась не под силу австралийским знаменитостям. В истории медицинной она тоже была неизвестна. Нигде и никогда о ней не упоминалось. С рук она перешла на ноги. И временами я был беспомощнее ребенка. Иногда руки мои увеличивались вдвое, и семь слоев омертвевшей кожи сходили с них. Иногда пальцы на ногах в течение 24 часов распухали до такой степени, что толщина их равнялась длине. Если их обчищали, они через 24 часа были точно такими же. Австралийские знаменитости признали, что болезнь не заразного происхождения, а потому, вероятно, нервная. Мне от этого было, конечно, не легче, и продолжать путешествие было, очевидно, невозможно. Я мог бы продолжать его, только привязав себя к койке, потому что я был до того беспомощен, что не мог ухватиться ни за какой предмет, и совершенно не мог передвигаться на небольшом судне, подверженном постоянной качке. Тогда я сказал себе, что на свете еще много судов и много путешествий, а руки у меня одни, и пальцы на ногах тоже одни. Кроме того, я рассудил, что в моем родном климате, в Калифорнии, моя нервная система была всегда в полном порядке. И тогда я направился домой. По возвращении в Калифорнию я быстро выздоровел. И вскоре узнал, что это такое было. Мне попалась в руки книга полковника Чарльза Е. Вудруфа, под заглавием «Влияние тропического света на белых людей». Тут я понял все. Впоследствии я познакомился лично с полковником Вудруфом и узнал, что у него самого была такая же болезнь. Он был военным врачом, и кроме него 17 таких же военных врачей съехались на Филиппины на консилиум. Но так же, как и австралийские специалисты, должны были признать себя бессильными. Очевидно, я был особенно предрасположен к тем разрушениям тканей, которые производят тропический свет. Меня погубили ультрафиолетовые лучи. Как их случаи погубили многих, экспериментировавших с ними. Скажу, между прочим, что в числе других болезней, общая сумма которых заставила меня прервать путешествия, была так называемая «проказа здоровых людей», известная еще под названием «европейской проказы» и «библейской проказы». Об этой таинственной болезни известно еще менее, чем о настоящей проказе. Ни один врач не нашел еще способа лечить ее, хотя она иногда может пройти сама собой. Она приходит неизвестно откуда. Она протекает неизвестно как. Она проходит неизвестно почему. Я не принимал никаких лекарств, и только благодаря здоровому климату Калифорнии моя серебристая кожа стала опять нормальной. Врачи обнадеживали меня, что болезнь, может быть, пройдет сама собой. И она действительно прошла сама собой. Еще одно слово. Какова же окончательная оценка путешествия? Мне, как и всякому другому мужчине, конечно, легко сказать, что оно было интересным. Но у меня есть еще свидетель – женщина, которая проделала с нами это путешествие от начала до конца. Когда я сказал Чермиан в больнице, что должен буду вернуться в Калифорнию, глаза ее наполнились слезами. Два дня она не могла прийти в себя от огорчения, что такое хорошее путешествие будет прервано. Гленн Эллен, Калифорния, 7 апреля 1911 года Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова